Ну что, политики продолжают развлекаться, ну подробно не назовешь. Там Макрон встречался с Путиным, сказал, что в ближайшие дни будет решающим для Украины. Но я думал, что-нибудь умное, пустая болтовня. Привет, друзья! Сегодня я вам подготовил шикарнейшую подборку первых 100 дней украинских промок. Некоторые сегодняшние герои уже пытаются удалить всю свою болтовню из интернета, но поздно. Я уже все сохранил. Уважаемые россияне, туристическое агентство Нехуй Шастать або Украина понад усе приглашает вас на увлекательные и интересные двухдневные туры увидеть Киев и умирать. Добро пожаловать! По зубам получат, что будет дальше. Это уже не будет 2014 год. 26 лютого, 10-го дня ранку, місто Маріуполь. Пол Казов, разом с Збройными силами Украины, Национальной гвардией та іншими силовыми структурами, надійно обороняє місто Маріуполь. Ми будем оббитися до останньої каплі крові. Все эти видео были записаны не в первый или второй день, а на третий и позже, так как большинство из них думало, что Украина все же пойдет в первые два дня. Но, к их удивлению, Путин 25 февраля согласился на мирный переговор с Зеленским. Они расценили это как слабость и неспособность русской армии взять Киев за два дня. Но кто вам сказал, что в первые дни СВО должны были вообще брать Киев? Ну вот я сижу, значит, и мне доклад. Колонна 300 единиц, 250 единиц, значит, 400 единиц. Я начинаю себе прикидывать, как военный, зная силы, которые обороняют Киев. Про Харьков там и это, речи не шло. Тут уже Киев. Ну мне оттуда шла информация, ну вот даже Киев. И я так понимаю, я повторяю, поворачиваю голову, говорю, слушай, а где гранатометы, с чем воевать будем? Я был уверен на 101%, что где-то на четвертый час после начала. Ну где-то я ожидал, что к 12 дня, к 14 уже будут бои возле офиса президента. Потому что это невозможно сдержать. Мы могли быть трижды храбрыми, там, перехрабрыми, и в 10 раз храбрее, чем мы оказались. То есть технически это сдержать невозможно. Просто по соотношению сил и средств. Согласен. Но почему тогда Путин остановил наступление и в первый же день войны пошел на переговоры с Киевом? Ведь именно это позволило украинским силовикам прийти в себя от шока и перегруппироваться. А заодно придумать множество чудесных историй о том, как они остановили первую армию в мире. Харьков это такое мочилово. Там же были эти срочники нацгвардии, сейчас уже можно сказать. Их было 50 человек. 50 человек и два лейтенанта по 22 года выбора. Наших? Наших, наши, да. Всего 50 человек наших. 50 человек на одном участке. Туда приезжает российский танковый батальон, 33 танка. Я вам скажу, у профессиональных военных бы упало все, глядя на все это. Потому что танковый батальон, когда он разогнался, останавливает, я вам скажу, во-первых, нереально, во-вторых, нечего. Но пацаны этого не знали, видимо. 18 лет им хочется быть героями. Да они нафиг сжигают то ли 3, то ли 4 танка сходу. Сходу. Россияне обалдели, смылись и вообще больше этого направления больше не проходили. Подобные перемоги нужны в основном лишь украинскому зрителю, чтобы ему хоть как-то объяснить, почему русская армия не взяла Киев или Харьков. А вот вяло интенсивность боевых действий, которую мы наблюдаем последние 3 месяца, нужна уже для Запада, чтобы им внушить то, что Россия просто не способна проводить быстро подобные военные операции. А еще дать возможность НАТО стать соучастником этого конфликта, за что впоследствии и поплатиться. Потому что это только начало. Так сказать, разведка боем. Сейчас у нас исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада и окончательно выиграть. Если мы будем добиваться, что Украина в НАТО не войдет, это ничего не даст. Войдет, не войдет, а базы там будут, диверсанты будут и киберпреступления будут. Надо кардинально решить вопрос. Нам не нужен просто успех. Взятие Измаила, взятие Берлина, вошли в Париж, так сказать. Нам нужно кардинально решить проблему. Чтобы среди нескольких сверхдержав осталась одна Россия. На троих мир не потянет. А еще если добавить Европу, НАТО, Евросоюз, это четвертая, так сказать, сверхдержава. Это будет возня, толку не будет. Сейчас мы можем это сделать. Сейчас великий шанс. Это не танковые армии и даже уже не ракеты. А то оружие, которое есть только у нас пока. Поэтому надо покончить с тем, чтобы нам кто-то мог угрожать. Так что речь здесь не просто о спецоперации на Украине. Это начало куда большей и масштабной операции, в которой Украина это мелкая пешка в большой игре. Сейчас, твари, начнется совсем другая война. Люди, контуженные западной пропагандой, просто не понимают действия России. Они не понимают, к чему все идет. В их головах даже не вмещается, что сегодня Россия использует около 10% своей реальной мощи. Используют старое оружие, которое через несколько лет надо было бы вообще списывать. Они даже не понимают, что реальных, жестких, интенсивных боевых действий еще даже не было. Сейчас не час, хотя мы смеемся, конечно, с российских орков, но пока у нас болит, пока еще льется кровь. А после победы вы снимете фильм, который сатирический, про эту войну. Вы снимете фильм про этих дурноватых орков, про то, как наши взвитяжно воюют, про то, как наши в зубах носят мини, про то, как бабушка банкой сбивает лета, дрон. Вы про это снимете фильм? Ну, это просто невозможно у нас перемогти. Как можно перемогти нацию, как вы уже сказали, где бабушка сбивает банкой консервации тот дрон, або цыгане, которые бегают с этими ракетами. Это вообще, это жесть. Конечно, жесть родится таким дебилом, но если бы он был такой один... Ну что, друзья, у меня для вас хорошее известие. Наша героическая армия крушит врагов, нанося огромный урон в живой силе и в технике. Я сейчас хочу зачитать вам то, что поступает по моим каналам из Российской Федерации. Это наша разведка передает. Ночью в Кремле было совещание. Путин сейчас на Урале. Бизнесменов созывают специально на совещание, чтобы никто не улетел в панике. Из аэропортов на частных бортах их не выпускают. Заранее были найдены и пристреляны все укрепления со стороны Украины. Тактического плана не было. Цитирую. У нас все было по ходу событий. Надеялись все взять за 1-4 дня. Обсуждают финансовые потери. Война обходится россиянам в день в 20 миллиардов долларов. Путин лютует. Был уверен, что это будет легкая прогулка. Ракет мало. Хватит дня на 3-4 потолок. Обращаю ваше внимание. Это видео Гордон записал 26 февраля. На 3-й день войны. Сразу после того, как Путин согласился на переговоры с Киевом. Занимаем рубеж лево-право, рассыпаемся. Встречаем максимально ближе. РПГ погнали. Наши РПГ. Тудух, тудух. Потом мы начали с них стрелять. Стреляем по ним. Они бабочки открыли в БЕХах. Вот так начали стрелять. Потом проехали. Поехали танки. Російських окупантів розбили. Тоді стреляло усе озброєння, яке було у військових, перемолочуючи російських окупантів. Наблюдаются факты, когда російськие солдаты переходят на сторону Украины. Там часть вообще разбежали, сейчас как раз по лесах вылавливают. Действительно, калібри сухопутного базования, то бишь ті, які пускали спускових установок «Эскандер», фактично закінчились, їх більше не застосовывают. Залишили ще боєзапас на кораблях Чорноморського флоту. Там невеликий боєзапас, там вони можуть обчислюватися декриками, десятками. Короче, к концу марта солдаты разбежались, калибри закончились. У путинской оркофедерации просто нет мотивации для войны. Вот те грабежи, которые происходили в Киевской области, с этими, которых мы сейчас с вами являемся, когда потепенно освобождаются селы и городки, туда приходят украинские вооруженные силы, приезжают журналисты и покажут разграбленные дома. И когда женщины, селянки говорят о том, что орки, заходя к ним в дом, спрашивали, что такое унитаз, потом его срывали, грузили себе в БТР, чтобы ввести к себе на свою врачевско-фашистскую родину, это говорит о том, что единственное, что их движет в этой войне, это мародерство. Да, Путин проиграл полностью. Полностью. В шейгу лежит инсульт, там были инфарктом. Около 50 генералов российской армии арестованных и находятся под следствием. Беседин, глава там, страшно сказать, кого? Дефорту. Сурков непонятно где. То есть, мы будем добывать, просто. Мещать, пока остальные остальные, пока не загибнут на нашей земле. А это совсем другая справа. Это Украина диктует умовы уже. Только сейчас Запад увидел, что российская армия – это фейк. Как и вся Россия. Это огромный фейк. Все разокрано, разобрано. Эта армия – это вчерашний, позавчерашний день, вчерашний прошлый век. Так уже никто не воюет. Техника отвратительная. Разворовали все. Я так понимаю, что в ближайшие недели действительно будут сформированы ударные группы, и тогда украинская армия придет в контрнаступление. Не исключено, что это будет как раз 9 мая. Не исключено. Итак, Гиркин Стрелков, и хотя он выступает на фоне всех этих российских свастек, но при этом говорит довольно здравые вещи. Например, про силу Украины. Послушайте. Расчеты на то, что Украина рухнет в течение двух недель, максимум, не оправдались, что все побегут, сдадутся и будут переходить на нашу сторону. Где они, все эти расчеты? Качество управления страной ниже плинтуса у нас. Ниже плинтуса. Мариуполь мы не сдадим. Прописью Мариуполь мы не сдадим. Мариуполь мы не сдадим. Все. Мариуполь они не сдадут. Ясно? А для тех, кто не понял, что в этой подборке делает Стрелков, поясняю. То, что он говорит, ничем не отличается от тех темников, по которым работает сегодня украинская пропаганда на русском языке, замечу, для русского зрителя. Цель которой создать внутри России антивоенные и антиправительственные настроения, очередной очаг напряжения, но уже внутри страны. Термінова заява Головного управления разведки Министерства обороны Украины. Спольно ГУРМО Украины, ЗСУ, Держприкордонслужба, Національна гвардія, СБУ, Національна поліція та полк АЗОВ здійснюють операцію з перетунку заблокованих на території комбінату АЗОВ «Сталь» захисників Мариуполя. Не делайте героев з дезертирів і бойців, которые добровольно сдались в плен. Они выбрали путь позора. Ни в коем случае этих людей героизировать не стоит. Все должно поддаться сумнівам. Каждое принятое решение, каждый план, каждая операция. Мы не отступаем. Мы маневрируем, мы занимаем более выгодные рубежи, которые они подают, как хохлы отступили, а мы там типа продвинулись. Это все. Бла-бла-бла. Вы понимаете, что интеллектуально, это регрессия, это регрессивная страна. Она не развивается прогрессивно, они не конкуруют внутренне, поэтому у них интеллект очень низкий. Они шукают вразливые места, а их на сегодня нет. Специальная военная операция полностью провалилась. Полностью. Ситуация полностью развивается по самому негативному сценарию. Разгромное, позорное, унизительное поражение. По спецоперации они проиграли. Вновь. От Захід або боится прогрессу Росії, або боится перемоги України. А яке у вас вражение, чого насправді боится Захід? Сильная Украина будет суттєво впливать на ситуацию на всьом европейском континенте. И, до речи, я так понимаю, что мы когда-то, ну даже в ходе цієї войны, мы должны понять, что, возможно, не мы должны просить в Европейский Союз, а Европейский Союз должны налагоджировать отношения с Украиной. Идея Украины, одна из центральных национальных идея Украины, это как можно больше врать себе и другим. Потому что, если сказать правду, рухнет все. Дело в том, что мы ебнутая страна. Кроме того, у нас как бы ебнутая коллективно-бессознательная. Вот среднеукраинец, если возможно вообще в таких категориях рассуждать, это идеальная жертва информационно-семантической войны. Разорваны все связи в мозгу, внушаем. У него вместо мозга идеальный газ. Украинский народ не очень умный, очень неумелый и очень истеричный. И это очень легко использовать. Украинская область тоже не дорабатывает. Она презирает народ. Я вас уверяю. Презирает. Из-за людей их не вполне считает. И имеет на то практически все основания. Кроме того, кроме одного, что они все-таки люди. Людей нормальных в этой стране, с которыми можно говорить и которые понимают все, что здесь происходит, по пальцам двух рук можно пересчитать. Остальное, это остальное, ну, не будем на себя показывать пальцем, да, остальные, это вот, это несчастье, которое вот биткаются в своих несчастьях. Необразованные, бестолковые. Одним словом, избиратели Зеленского. Честно сказать, я когда смотрел фильм, так я думал, что будет все по фильму. Ошибся. Думали, что все будет по фильму? Вы поверили, да? Поверил. Честно, поверил. Эх, дядя, невнимательно ты фильм смотрел. Клинтон делал это в овальном кабинете, а как предпочитаете работать вы? Я предпочитаю без комментариев. Спасибо. А произошло то, что проголосовали за Зеленского. По приколу, по принципу хуже точно не будет. Нам сказали, будет доллар 45 при Зеленском. Будет хаос в краине. Будет война. Какой-то, смотрите, ничего не стало. А все дело в том, что большинство людей смотрят на события статически, а нужно смотреть в динамике. Еще Аллен Даллас в своей книге «Искусство разведки» писал, что человек просто не способен воспринимать информацию объективно, но умный человек может уловить тенденцию и на основе этого сделать уже верный вывод. Вы озабочены перспективой войны в Европе. Мы этого совершенно не хотим, но обращаю ваше внимание на то, что именно Запад постоянно, настойчиво заявляет, что в этой ситуации надо нанести России поражение. Выводы делайте сами. А я лично свой вывод уже сделал. Меня зовут Евгений Мит и самое интересное еще впереди. Знаете, сейчас больше и больше сталкиваешься именно с комментариями от украинских граждан о бумеранге. То есть они вспомнили о каком-то бумеранге, что оно нам все вернется, ты же мать, и пошло, пошло, пошло. А теперь на минуточку граждане Украины, помните, да, 2014 год. Взять Донецк, это город-миллионник, взять Макеевку, рядом стоящую, население где-то приблизительно 400 тысяч на тот момент было. И когда полетели первые самолеты, первые вот истребители, начали бомбить Донецк, начали гибнуть мирные жители, мы начали взрывать соцсетя, да, и обращаться к вам, к украинцам, что, мол, что вы делаете, помогите, ну, чтобы вы знали, что у нас война, у нас война, вы нам что говорили на минуточку? У вас не война, у вас зона АТО, у вас антитеррористическая операция, то есть террористы захватили Донецк, Луганск, и Украина прекрасно с этим борется, а мирных жителей там уже давно нет, их уже повывозили, мы вам говорили, мы тут, нас бомбят, нет, вас там нет, там только террористы, помните? Даже с банков украинских дозванивались на ДНР в территорию и говорили, просили, чтобы оплатили кредиты за должности, на то же жители говорили, мы не можем, у нас война идет, и работники банков говорили, у вас не война, у вас зона АТО, то есть я сейчас, на данный момент, да, вот смотришь ваши соцсети, и там вы сидите, 25-й день войны, Украина с Россией, не, ребят, а у вас не война, у вас идет специальная операция по борьбе с нацизмом на Украине, вот и все, у вас нет войны, вы что там? А теперь насчет бумеранга, приятно? Мне кажется, что он к вам сейчас прилетел. притягивая. Продолжение следует...